Новая неделя началась в городском округе с оперативного совещания в администрации. Руководители управлений, ведомств подвели итоги минувших 7 дней и рассказали о ближайших рабочих планах. Подробности далее. Сотрудники полиции представили сводку происшествий. На минувшей неделе в межмуниципальное управление поступило более 1800 сообщений от жителей. 25 обращений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Среди раскрытых преступлений – квартирная кража, изъятие наркотиков и задержание мошенника, находящегося в розыске. В настоящее время сотрудники межмуниципального управления Люберецкое идет подготовка к обеспечению общественной безопасности к новогодним праздникам и к Рождеству. О проделанной работе доложили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Выездов по сигналу тревоги за неделю было 35. Справляться с огнем пришлось в шести случаях. Все происшествия без человеческих потерь. Пожар в новостройке, строительные леса 3 декабря 2019 года, городской округ Люберца и поселок Красково, улица Карла Маркса, дом 117-11 и автомобиль Малавка, улица Рельсовая, дом 13. Слаженно работает и система ЖКХ городского округа. Минувшая неделя обошлась без технологических отключений. Работа по капитальному ремонту домов идет в штатном режиме. В этом году в региональную программу вошли 125 МКД. На сегодняшний день отремонтировано 90 объектов. Выполнены такие работы, как ремонт кровли в 49 МКД, работы по фасаду в 43 МКД, работы по замене внутридомовых инженерных систем в 24 МКД. 94 единицы спецтехники и 992 человека приводили в порядок городские и дворовые территории. За отчетный период с несанкционированных свалок вывезено более 20 кубометров мусора. Со 2 декабря по 8 декабря сотрудниками административной комиссии номер 44 по городскому округу Люберцы вынесен два постановления на сумму 180 тысяч рублей за недвижащее состояние и содержание территории. Сотрудниками территориального отдела номер 15 ГОСАДМТ Масковской области вынесены четыре постановления на общую сумму 30 тысяч рублей. Операторы ЕДДС приняли более 9 тысяч звонков от жителей городского округа Люберцы. Большинство обращений, поступивших на горячую линию администрации, связанных с работой жилищно-коммунального комплекса, проблемами экологии, а также качеством уличного освещения.